Друзья, сегодня у нас вышло релизное iOS 15.3. Мы сегодня поговорим про автономность, по всех исправлениях, которые прошли, какие нововведения и стоит ли, конечно же, накатывать. Добро пожаловать на канал Пуэксперт, с вами Владимир. Друзья, смотрите, обстановка такая, что пофиксили кое-какие баги и система, в принципе, работает стабильно, как на 15.2, 15.2, 1 и 15.3. Какие-то супер нововведения здесь нету. Исправлены просто какие-то баги, фрезы, какие-то нерабочие моменты. И сейчас я вам, в принципе, о них расскажу. Друзья, давайте мы с вами пробежимся. То, что было в бетах версии. У нас всего было три бета-версии, включая РК. Как понимаете, в iOS 15.3 и бета-1 у нас убрали данные приватности, которые у нас касались по картах, отслеживаниях и так далее. Перенимали Apple Music плюс текст. Это то, что у нас как раз нету в нашей стране, в принципе. Что касаемо iOS 15.3 и бета-2, это HomeKit Security Fix. Поправили бесконечную перезагрузку, которая могла быть. Приложения сообщения не открывали ссылки в iCloud, которые переправлялись. И Яндекс.Навигатор просто так же переправили, так как он не отображал правильно, вообще не грузился. То, что было в РК. Поправили ошибки, которые возникли с мессенджерами. Все, это те все нововведения, которые включают в iOS 15.3. То есть, по автономности, что я могу сказать. Она немножко хуже, чем на 15.2.1. Ну и, естественно, немножко лучше. Примерно даже можно сказать, такая же, как была и на 15.2. Вот. Как стоит ли обновляться? Конечно же, в принципе, нет. Если у вас были какие-то именно те баги, которые я перечислил, обновитесь. Если вам не столь важна автономность, она там может в 5 минут разиться. Это, в принципе, не столь важно. Но на тех устройствах, которые понижена емкость батареи, это как-то скажется значительно. В принципе, в целом я вам все донес. Те, которые на 15.2 и 15.2.1, не стоит обновляться. Если же, конечно же, нету, в принципе, этих багов. Вот и все. Но если вы обновились, испытываете какой-то нагрев, вам стоит сделать переустановку iOS или жесткую перезагрузку. Либо то, либо это лечит этот баг, скажем так. Вот и все, ребята. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях. Дальше больше. Скоро увидимся.